Тайны священной вселенной Автор сценария Ричард Томпсон Режиссер-постановщик Эдди Джонсон Консультант по санскриту Говард Резник Компьютерная графика и анимация Эдди Джонсон, Том Чапа, Крис Биттл Текст читает Ричард Томпсон Наш взгляд на Вселенную имеет огромное значение для понимания самих себя Сегодня мы привыкли видеть Землю как маленький шар, вращающийся вокруг Солнца на определенном расстоянии Кажется, что Земля — единственная планета в Солнечной системе, на которой есть жизнь, А остальные планеты — просто песчинки в вакууме космоса С позиции современной астрономии человеческая жизнь кажется такой незначительной на фоне гигантских космических просторов современной астрономии Но до современной эпохи Вселенная казалась людям гораздо более удобной и приспособленной Например, средневековая европейская космология считала, что Земля находится в центре небольшой сферической Вселенной, окруженной обителю Бога и избранных святых душ В этом фильме мы исследуем подобную индийскую геоцентрическую концепцию космоса Эта космологическая система представлена в Бхагаватапуране или Шримад Бхагаватам, одном из важнейших священных текстов Индии Мы начнем с краткого обзора этой системы Прежде всего, Бхагаватам описывают бесчисленные Вселенные Каждая Вселенная имеет сферическую оболочку из слоев элементарной материи, которые разделяют материальный мир и безграничный духовный мир Область внутри оболочки называется Брахманда или Яйцо Брахмы В нем находится диск Земли, который называется Бхумандала Бхумандала разделяет Вселенную на верхний райский регион и подземный регион, наполненный водами Хотя буквально Бхумандала значит диск или Мандала Земли Он мало похож на Землю, по которой мы ходим В Бхагаватам приводится диаметр Бхумандалы Его размер примерно соотносится с орбитой Урана Бхумандала разделена на ряд географических областей, которые называются океанами и островами Но они представляют собой круги космических масштабов и правильной формы И совсем не похожи на континенты Земли, которые имеют неправильную форму В центре Бхумандалы находится круглый остров под названием Джамбудвипа С девятью областями, которые называются варшами Одна из них называется Бхаратаварша, которую с одной точки зрения считают Индией А с другой — всей областью обитания людей В центре Джамбудвипы располагается гора геометрической правильной формы Под названием Сумеру, которая представляет собой ось мира На вершине этой горы располагается город Брахмы, Вселенского Творца Бхагаватам объясняет астрономию географическим и мифологическим языком Что отличается от общепринятого современного подхода подачи материала Хотя диск Земли Бхумандалы может казаться наивным и нереалистичным Внимательное изучение показывает, что Бхагаватам используют это описание Чтобы представить четыре вполне логичные и последовательные модели Вот эти модели Первое — карта полярной проекции земного шара Второе — карта Солнечной системы Третье — топографическая карта Центральной Азии И четыре — карта Небесной сферы полубогов Если попытаться представить несколько углов зрения на одной карте То мы неизбежно столкнемся с противоречиями Но если мы поймем цель, лежащую в основе такого подхода То это не будет препятствием Можно привести параллели со средневековыми картинами На которых в одной композиции изображены несколько эпизодов одновременно На этой картине Мазаччо XV века показано три эпизода библейской истории А вот еще одна подобная картина из Индии Где изображены три разных эпизода истории о Кришне Такие картины содержат в себе кажущееся противоречие Когда один герой находится в разных местах одновременно Но у человека, понимающего ход истории, лежащей в основе этих картин Это не вызовет никаких беспокойств Информация, используемая в этой работе, подчеркнута из Бхагавата Пураны И нескольких важнейших комментариев на эти тексты Сделанных традиционными индийскими учеными Мы также будем обращаться к великому индийскому эпосу Махабарати И другим священным текстам, включая Вишну Пурану И важный индийский астрологический труд Сурья Сидханту Бумандала как планисфера Мы начнем с описания Бумандалы как планисферы Полярной проекции земного шара на плоской карте Чтобы объяснить Бумандалу с точки зрения каждой модели Нужно сосредоточиться на ряде конкретных сторон Бумандалы И временно забыть о существовании других сторон В данном случае вы заметите, что каждый из кольцеобразных океанов и островов Бумандалы Очень сильно отличается по ширине один от другого, как указывается в Бхагаватам Но пока мы опустим это Чтобы понятно объяснить планисферу Бумандалы Необходимо временно принять, что все эти острова и океаны одинаковой ширины На самом деле это традиционный способ трактования Бумандалы Как, например, показывается на этой диаграмме XIX века Бумандалу с кольцами одинаковой ширины можно рассматривать как стереографическую проекцию земного шара Стереографическая проекция — это древний метод, при котором определенные точки на поверхности глобуса проецируются на плоскость Следуя этому методу, можно спроецировать глобус земли на плоскость Эта проекция земли называется планисферой Бумандалу также можно рассматривать в виде стереографической проекции глобуса Такие глобусы можно найти в Индии Этот глобус был изготовлен по заказу Савайджай Синха, джайпурского царя, в начале XVIII столетия На этом глобусе область земли между экватором и кряжем гор в форме арки и есть Баратаварша, который соответствует Великой Индии Индия довольно хорошо и точно представлена здесь Но помимо нескольких соседствующих мест, этот глобус не дает реалистической картины Земли Этот глобус был создан чисто для астрономических, а не географических целей Вот еще один глобус, изображающий Джамбудвипу Заметьте, что Джамбудвипа на этом глобусе изображена в северном полушарии Хотя Бхагаватам напрямую не описывает Землю как шар, все же косвенно она делает это Например, говорится, что ночь преобладает в диаметрально противоположной точке от точки преобладания дня Аналогично, точка восхода противоположной точке заката Согласно Бхагаватам, Солнце движется по орбите прямо над Бумандалой на своей колеснице Если это понимать буквально, то солнечные лучи должны ровно распространяться по всей плоскости Бумандалы Тогда восход и закат Солнца исключены, не остается ни одного места, где бы была кромешная тьма Это, казалось бы, противоречит утверждению Бхагаватам о дне и ночи в диаметрально противоположных точках Но никакого противоречия не будет, если принять эту интерпретацию как планисферу Бумандалы Чтобы понять это, представьте себе экватор, параллель Рака, параллель Козерога и путь Солнца под названием Эклиптика Эти круги изображены на глобусе, который мы видим здесь Солнце всегда находится непосредственно над какой-то из точек Эклиптики И глобус вращается относительно Солнца и Эклиптики, делая один оборот в день Солнце также медленно движется вдоль Эклиптики, делая один оборот в год Причина образования времен года в том, что Солнце движется или к северу, или к югу по наклонному кругу Эклиптики Эти четыре круга, спроецированные стереографически, показаны здесь Эклиптика спроецирована в виде круга со смещенным центром на карте планисферы И положение Солнца на этой карте соответствует той точке на глобусе, в которой Солнце находится в зените Граница между днём и ночью — это круг большого размера на глобусе, который перпендикулярен положению Солнца в зените Эта граница проецируется стереографически в форме круговой дуги на планисферу и делает один оборот за 24 часа Во время равноденствия эта дуга превращается в прямую линию Во время солнцестояния линия гнётся так, что область Северного полюса оказывается освещенной, когда на севере лето, или затемнённой, когда на севере зима Смена дня и ночи, как описано в Бхагаватам, — это чёткая граница, вращающаяся по плоскости, как мы видим здесь Если это понимать буквально как плоскость, то это выглядит бессмыслицей Но если это рассматривать как модель планисферы, то всё становится реальным Здесь мы видим эклиптику зодиака, которые спроецированы стереографически на карту Земли Солнце вместе с зодиаком вращается по часовой стрелке, делая один оборот в день При этом Солнце идёт против часовой стрелки по зодиаку, делая один оборот в год Здесь зодиак стереографически проецируется на Бхумандалу Заметьте, что Солнце идёт вокруг зодиака со смещённым центром по своей годовой орбите Оно пересекает кольцевидные острова и океаны Бхумандалы Это движение с пересечением океанов описывается в Пуранах, что также подтверждает модель планисферы Бхумандалу можно сравнить с астрономическим инструментом под названием Астролябия, который широко использовался в Средние века На Астролябии круг со смещённым центром представляет орбиту Солнца, эклиптику Земля представлена здесь в стереографической проекции на плоской пластине под названием Матрица Круг эклиптики и важные звёзды изображены на другой пластине под названием Сплетение Разные орбиты планет также могут быть представлены различными пластинками И эти пластинки проецируются на пластину Земли, когда человек смотрит на инструмент сверху Точно так же Бхагаватам представляют орбиты Солнца, Луны и важных звёзд на нескольких плоскостях, параллельных Бхумандале Орбиты планет помещаются на дополнительные параллельные плоскости Здесь мы видим, как Бхагаватам представляет модель Солнца, Луны и 28 важных созвездий Они лежат в трёх плоскостях параллельных Бхумандале Эти слои можно сравнить со слоями в Астролябии Если посмотреть со стороны, то мы увидим, что Луна находится выше Солнца Но это лишь артефакт Астролябии Это не нужно принимать буквально Если посмотреть сверху, то всё складывается в реальную с точки зрения астрономии проекцию Хотя Бхагаватам представляет систему Луны и Земли косвенно, как модель планисферы Индийские астрономические тексты под названием джиотиши шастры дают реалистическую картину связи Земли и Луны Вот сравнение Земли, Луны и лунной орбиты в современной астрономии с их прототипом в Суре-Сидханте Одной из главных джиотиша шастр Бхумандала как карта Солнечной системы Мы показали, что Бхумандала и орбиты Солнца, Луны и планет имеют структуру Астролябии Стереографической проекцией земного шара Но, учитывая некоторые из взаимосвязанных особенностей Бхумандалы, её также можно рассматривать как модель Солнечной системы Представьте себе план Бхумандалы, пересекающий поперёк сферу Брахманды До этого мы объясняли, что Бхумандала — это карта планисферы Но сейчас мы объясним её как буквальный план Сперва это кажется наивной плоской землёй С полусферой неба над ней и низшим миром под ней Но Солнце не вписывается в эту наивную модель плоской земли Бхагаватам говорит, что Солнце вращается по орбите на одноколёсной колеснице Которая катится по поверхности Бхумандалы Если принять за условие, что Бхумандала — это действительно плоская поверхность То получается, что Солнце вращается по орбите по этому плану Но это не то, что мы можем принять в наивной модели плоской земли По нашим представлениям, в модели плоской земли Солнце поднимается над одним краем диска И затем садится за противоположным краем Движение Солнца на колеснице соответствует тому, что происходит в Арктике летом Но этого вы никогда не увидите на широте Индии На этих широтах Солнце вращается над головой наблюдателя, как показано на этой модели Поскольку Бхумандала расположена близко к плану орбиты Солнца Бхумандала должна находиться под углом к горизонту наблюдателя Это не та плоская земля, которую можно вообразить, наивно продолжая этот горизонт Скорее, это объясняется тем, что Бхумандала соответствует плану эклиптики Солнце проделывает два движения В модели планисферы оно проделывает ежедневное движение по часовой стрелке Это значит, что Солнце вращается вокруг космической оси Меру относительно Бхумандалы Также оно медленно движется против часовой стрелки вокруг круга эклиптики В данном случае преобладающее движение — это движение по часовой стрелке Бхагаватам говорит о движении Солнца по часовой стрелке Но оно также говорит о годовом движении против часовой стрелки относительно Бхумандалы, как показано здесь Это движение подтверждает интерпретацию Бхумандалы, как плана эклиптики Поскольку Солнце делает один оборот в год вокруг эклиптики против часовой стрелки Бхагаватам недвусмысленно указывает на это как на противоречие Однако затем тут же разрешает это противоречие, объясняя движение муравьев по вращающемуся гончарному кругу с разных углов зрения С точки зрения наблюдателя, стоящего рядом с кругом И с точки зрения наблюдателя, стоящего на круге Такова концепция относительного движения Мы должны понять, что Бхагаватам ссылается на одно и то же, а именно на Бхумандалу, чтобы описать различные относительные движения Двое ученых, Джорджио де Сантилана и Херзофон Декен, провели серьезное исследование средневековых традиций И пришли к выводу, что так называемая плоская Земля древнего мира изначально представляла лишь план эклиптики А не Земли, на которой мы стоим В их модели, показанной здесь, Солнце также движется по орбите вокруг плана эклиптики Земли Позднее, изначальное космическое понимание Земли было утрачено И Землю, на которой мы стоим, начали понимать буквально как плоскую Здесь мы видим древнюю греческую версию этой идеи В Индии, в Пуранах, Землю также часто буквально воспринимали как плоскую Однако детали, которые содержатся в Бхагаватам, указывают на то, что космология Бхагаватам гораздо более сложная Оказывается, что диск Бхумандалы до какой-то степени соответствует Солнечной системе Прежде всего, Солнечная система почти плоская Солнце, Луна и пять планет, начиная с Меркурия и кончая Сатурном, все движутся по орбитам практически в одной плоскости эклиптики Солнце, Луна и планеты также движутся почти в одной плоскости, согласно космологии Бхагаватам В одном стихе регион вращения планет сравнивается с тонким пространством между двумя половинками Бхаба Область орбит планет называется Антарикшей, или внутренним пространством На этом изображении оно показано как тонкое пространство непосредственно над Бхумандалой В модели планисферы орбиты планет соответствуют пластинам астролябии Это не совсем соответствует модели Солнечной системы, но все выглядит гораздо правдоподобнее, если поместить орбиты планет в тонкий диск пространства параллельно эклиптике Высоты орбит планет приводятся в единицы измерения под названием Йоджана, что составляет около 8 миль Все расстояния в Бхагаватам выражаются в Йоджанах Толщина диска Антарикша примерно та же, что и расстояние между орбитами всех планет от Меркурия до Сатурна перпендикулярной эклиптики На этом изображении показано как разброс орбит в пространстве Антарикша разделен на три части для упрощения сравнения В модели планисферы мы игнорировали действительный размер Бхумандалы и сжали размер ее областей до размера небольших колец вокруг Джамбудвипы Но если восстановить размер этих колец до реального, мы увидим, что они соответствуют орбитам планет Прежде всего, мы можем понять размер Бхумандалы, сравнив его с орбитой Урана Если измерять в Йоджинах, то Бхумандала немного больше в диаметре, чем орбита этой планеты Внутри Бхумандалы кольцевидный кряж гор под названием Лока-Лока, согласно Бхагаватам, считается дальним пределом распространения солнечных лучей Возможно, случайно, размер этого кольца совпал с размером орбиты Сатурна, самой дальней планеты, видимой невооруженным глазом Мы можем понять размер Бхумандалы, сравнив ее с Землей, Солнечной системой, включающим орбиты Сатурна и Урана, и Млечным путем галактики Бхумандала почти совпадает с Солнечной системой, но радикально отличается в размере от Земли и галактики Если мы сравним кольца Бхумандалы с орбитами пяти планет, начиная с Меркурия и кончая Сатурном то найдем еще одни подтверждения гипотези, что Бхумандала — это карта Солнечной системы Чтобы точно показать это, мы должны посмотреть на геоцентрическую модель Солнечной системы Вот геоцентрическая система, которую предлагает известный астроном Тика Брахе Заметьте, что Брахе указывает на пять традиционных планет, вращающихся вокруг Солнца, а Солнце вращается вокруг Земли В 19-м столетии южно-индийский ученый Тирвенката Рамануджа Джияр Свами сравнил Солнечную систему с Бхумандалой Вот диаграмма его модели Модель Тирвенкаты в точности совпадает с геоцентрической моделью Тика Брахе Фактически, это самый естественный способ сравнения Бхумандалы с орбитами планет Орбиты планет можно спроецировать двумя путями Можно взять за точку отсчета Солнца, а можно Землю Здесь мы видим, как меняется орбита Венеры, когда мы направляем объектив камеры с Солнца на Землю Взгляд с позиции Солнца очень важен в отношении современных орбитальных подсчетов Но геоцентрическая точка зрения необходима для всех наблюдений, ведущихся с Земли В геоцентрической модели планеты вращаются вокруг Солнца, а Солнце вращается вокруг Земли Это образует петлеобразное движение, которое проделывает спирограф В этой простой механической модели мы видим, как Солнце вращается вокруг Земли, а Венера вокруг Солнца Здесь мы видим орбитальный след, который оставляет Венера, двигаясь по геоцентрической орбите Заметьте, что она проходит от одной окружной границы Бхумандалы до другой Здесь мы видим то же самое в отношении Меркурия Если измерять расстояние между орбитой планеты и круговыми областями Бхумандалы в Йоджинах Из расчета по 8,5 миль в Йоджине То расстояние становится очень точным для всех пяти традиционных планет Здесь мы видим орбиту Марса Спираль его орбиты также затрагивает внутреннюю и внешнюю границу Бхумандалы Геоцентрическая орбита Солнца представляет собой почти круглый эллипс, который движется посередине одного из океанов Бхумандалы Примечательно, что геоцентрическая орбита Солнца чрезвычайно мала по сравнению с Брахмандой И фактически получается, что Брахмандо почти гелиоцентрично Интересно также, что некоторые комментаторы Бхагаватам считают, что Брахмандо полностью гелиоцентрично Внутренние планеты Меркурий, Венера и Марс — близкие соседи Солнца Орбиты этих шести планет в пределах внешней и внутренней границы точно совпадают с шестью кругами Саптадвипы Внутренней системы Семи островов и океанов Бхумандалы Орбита Солнца образует седьмой круг, разделяющий эти шесть на две симметричные группы Верхние планеты Юпитер и Сатурн образуют большее кольцо Бхумандалы, лежащее за пределом Саптадвипы Юпитер образует внутреннюю границу этого кольца, а Сатурн почти доходит до внешней границы под названием Гора Лока-Лока Как мы упоминали раньше, это горное кольцо, как утверждает Бхагаватам, является внешней границей, до которой распространяется свет А Сатурн — это самая дальняя, видимо, невооружённым глазом планета До недавних времён, как правило, астрономы недооценивали расстояние от Земли до Солнца Поэтому очень примечательно то, что размеры Бхумандалы, указанные в Бхагаватам, согласуются с современными данными о размерах орбиты Солнца и Солнечной системы в целом В частности, расстояние между Солнцем и Землёй и размер Солнечной системы были сильно преуменьшены Клаудисом Птоломеем, величайшим астрономом античности Может показаться, что точное соотношение размеров областей Бхумандалы и орбит планет противоречат известной истории науки Но они подтверждаются историческими данными, указывающими на существование высокоразвитой науки в далёком прошлом Например, благодаря историческому исследованию Йоджины было получено свидетельство, что длина Йоджины действительно составляет 8,5 миль Эта длина выводится из сравнения размеров орбит планет с Бхумандалой Эта длина Йоджины связана с точным знанием градуса широты Что требует точного знания размера и формы Земли Историческое свидетельство о размерах Йоджины содержится в сообщениях греков и китайцев о расстояниях в Индии Это вписывается в подробные свидетельства существования научно выведенных мер в Древнем Египте и на Ближнем Востоке И подтверждается мерой длины, которая называется Хат Она использовалась для проектирования храма 12-го столетия под названием Ангур-Ват в Камбодже Совпадение с орбитами также показало статистическое исследование, которое записано в тексте Если учесть все эти детали, то очевидное совпадение между Солнечной системой и подробной структурой Бхумандалы Нельзя считать просто чудесным совпадением Джамбудвипа как топографическая карта Юго-Центральной Азии Джамбудвипа, напоминающая втулку колеса, может пониматься как местная топографическая карта Центральной Азии Это третья из четырех интерпретаций Бхумандалы В планисферной интерпретации Джамбудвипа представлены как северное полушарие Земли Однако подробные географические описания Джамбудвипы не соответствуют географии северного полушария Посмотрите на эту карту Джамбудвипы Круг Джамбудвипы разделен на девять областей, которые называются Варши Шестью горизонтальными и двумя вертикальными кряжами гор Южная область называется Барата-Варша Внимательное изучение показывает, что эта карта совпадает с Индией и прилегающими областями Центральной Азии Прежде всего, чтобы провести это исследование, нужно понять, что Бхагаватам причисляет множество рек в Индии к Барата-Варше, южной области Джамбудвипы Таким образом, Барата-Варша представляет Индию То же самое можно сказать про множество гор на территории Барата-Варши В частности, Бхагаватам помещают Гималайи на севере Барата-Варши, на Джамбудвипе Подробное изучение пуранических историй позволяет отреждествить другие горные цепи Джамбудвипы с горной цепью на севере Индии Хотя этот регион включает в себя одни из самых необитаемых и гористых стран мира, тем не менее он был очень важен в древние времена Например, известный Шелковый путь проходит через эту область Горы Памира можно отождествить с горой Меру в квадратной области и Лавре-Таварши в центре Джамбудвипы Заметьте, что в этой интерпретации гора Меру не представляет собой полярную ось Космология и география Земли По всему миру существует множество космологических традиций, которые согласуются с важными аспектами космологии Бхагаватам Они включают в себя космическую ось, гору или колонну, которую часто отождествляют с местной горой, как, например, гора Алим в Греции Эти традиции также включают в себя стандартные аспекты, включая эти, показанные в этой характерной для древности модели мира Космология буддизма во многих аспектах совпадает с космологией Бхагаватам и Пуран И эти взгляды широко распространены в буддийских странах Азии Эта восточно-азиатская картина отображает квадратную версию горы Меру и океаны, и горы Бумандалы, над которыми лежат орбиты планет Эта корейская круглая карта показывает центральный континент, окруженный кольцевидными океанами и еще одним кольцевидным континентом Иосиф Нидгам в своей работе по китайской науке связывает эти круглые карты с картами Индии и Вавилона Вот Вавилонская карта Такие карты также составлялись и в средневековой Европе На этой иудейской или христианской карте Иерусалим и священный холм под названием Гора Сион изображен в виде оси мира Так или иначе, традиция Джамбудвипы, похоже, повлияла на Герарда Меркатора Он поместил гору, окруженную круглым континентом, на северном полюсе своей карты, в области Арктики Четыре реки или канала перпендикулярно стекают с горы И это в точности соответствует четырем рукавам Небесной Ганги, которая стекает с горы Меру А это финикийская печать с олицетворенной Горой Мира и четырьмя потоками, расходящимися в четырех направлениях Африканское племя догонов, которые жили в верхних областях реки Нигер, изображали круглый континент с колонной в центре, на которой находится обитель их бога Амы Обратите внимание на гигантского змея, окружающего океан Этнолог Эванс Венс объясняет, что на этой картине индейского племени Наваха, нарисованной на песчанике, изображены четыре священные горы Наваха Во многих традициях, гора Мира окружена четырьмя горами в четырех направлениях И мы также видим это в Бхагаватам и других Пуранах Сочетание цветов также похоже на то, что дается в традиции Пуран и буддийской традиции На вершинах гор с четырех сторон Джамбудвипы находятся четыре священных дерева Одно из них называется Джамбу По нему и названо Джамбудвипа Тема космического дерева жизни — это распространенная концепция И это древо часто растет на горе Мира или стоит вместо нее Здесь мы видим скандинавское древо жизни под названием Игдрасил Апокрифические библейские писания описывают древо жизни и четыре реки меда, молока, масла и вина Которые стекают в Эдем В Бхагаватам также говорится о реках из особых соков, стекающих с четырех священных деревьев Эта сирийская печать изображает древо жизни на горе Мира и также два священных потока На этой восточно-азиатской картине древо жизни стоит на колонне или горе Меру Которая находится в центре кольца Бумандалы Люди цивилизации Майя в Центральной Америке также говорили о древе жизни, которое простирается через семь райских обителей И они также говорили о пяти низших мирах Области рая и подземные миры фигурируют во многих космологиях, включая космологию Бхагаватам Здесь мы видим космологию племени Шипиба в Перу Она включает древо жизни, круглый континент и окружающие океаны и гигантского змея Космология племени Варау в дельте реки Оринока Также изображает некого змея-бытия, который окружает мир А здесь мы видим скандинавского змея, который окружает Мидгард, обитаемый мир людей, согласно космологии норвежцев Бхагаватам помещает вселенского змея по имени Ананта Шеша под Бумандалу Как правило, он изображается поддерживающим землю снизу Но Махабарата также говорит, что он окаймляет землю своими кольцами Согласно Бхагаватам, город Брахмы и восемь Локопал располагаются на вершине горы Меру Точно так же, любая традиция помещает обитель богов на вершину оси горы или колонны мира Вот геометрическая схема городов восьми Локопалов, стражей мира Эта фигура в Васту Пуруша Мандале использовалась для проектирования храмов в традиционной индийской архитектуре Схема Васту Пуруша Мандалы также связана с созвездием Накшатры, обозначающей эклиптику Поэтому земной храм был связан с райской сферой эклиптики Это возвращает нас назад к нашей интерпретации Бумандалы, диска Земли, как солнечной системы В Индии есть традиция отождествлять Землю или конкретную часть Земли с раем И мы видим это во многих традициях, когда космическая ось отождествлялась с горой или каким-то культурным центром Бумандала как карта небесной сферы полубогов Бумандалу также можно трактовать как карту небесной сферы полубогов Одна любопытная сторона Джамбудвипы состоит в том, что Багаватам описывают все варши или обители как райские сферы Обитатели которых живут в течение 10 тысяч лет, не зная страданий Это позволило некоторым ученым предположить, что индусы представляли себе иноземные страны небесным раем Однако Багаватам действительно говорит, что за пределами Индии жили племена варваров, таких как хуны, греки, турки и монголы Которых никто не считал обитателем райских планет Один из методов объяснения этого состоит в том, что считается, что Баратаварша включает в себя весь земной шар Тогда как другие восемь варш относятся к райским сферам за пределами Земли Таково общепринятое понимание в Индии И оно проиллюстрировано в этой южноиндийской диаграмме 19-го столетия, где вся планета Земля называется Баратаваршей Но самое простое объяснение Джамбудвипы как края, это то, что Бумандала представляет собой сферу обитания полубогов Как и другие рассмотренные нами интерпретации, это толкование основано на ряде последовательных доводов в космологии Багаватам Суть в том, что полубогов изображают такими огромными, что рядом с ними мы буквально кажемся муравьями Например, эта картина показывает размер Господа Шивы по отношению к размеру Европы На основании размеров, приведенных в Багаватам Этим объясняются чудовищные размеры, приписываемые горам, деревьям и другим объектам Джамбудвипы Хотя говорится, что Джамбудвипа — это регион этой Земли, но она также считается обителю полубогов сверхчеловеческих размеров Как простой смертный может встречаться и взаимодействовать с такими гигантскими существами? Ответ заключается в том, что путешествие с этой Земли до Небесной области может быть сопряжено с большим увеличением в размерах Например, в истории Багаватам Амад Сиаватари, царь Южной Индии по имени Сатья Врата находит чудесную рыбу Позднее эта рыба выросла до размеров 8 миллионов миль и потянула челнок царя через воды космического потопа, покрывающего Бумандалу Систематическое изменение в размере осуществляется посредством ситх, мистических сил, которые называются анима Уменьшение в размере и махима, увеличение в размере Согласно Багаватам, эти силы существуют благодаря трансцендентной форме Вишну, размер которого больше Вселенной, как Маха Вишну, и меньше Атома, как Сверх Души Есть также ситхи, которые позволяют человеку пересекать небо Это показано в одной истории Багаватам, где мистическая йогини Читролекха похищает Анирутху с его постели в Двараке И мистическим путем переносит его в отдаленный на большое расстояние город В дополнение к передвижению из одного места в другое в обычном пространстве, мистические ситхи позволяют человеку перемещаться по всепронизывающему эфиру и входить в другой континуум Классический пример трансцендентного континуума — это трансцендентный мир Кришны, Вриндаван, который считается безгранично огромным Говорится, что эта трансцендентная сфера существует параллельно с ограниченным земным Вриндаваном в Индии История, произошедшая 500 лет назад, рассказывает, как Дуки Кришна Дас нашел ножное украшение, принадлежащее Радхарани Оно упало в это измерение из трансцендентного Вриндавана Впоследствии он встретил Гопи-пастушку, которая пришла из другого измерения, чтобы вернуть украшение Позднее Дуки Кришна Дас, которого уже звали Шьямананда, вошел в ту же трансцендентную сферу в медитации Таким образом, перемещение из одного континуума в другой зависит от состояния сознания путешествующего Санскритские писания изобилуют историями о параллельных мирах Например, Махабарата рассказывает историю о том, как принцесса Нагав Улупи похитила Арджуну, когда тот омывался в Ганге Арджуну утащили в царство Нагав, которое существует в другом измерении Идея параллельных миров и связи между ними посредством мистических путешествий Объясняет, как миры полубогов и высших существ связаны с нашим миром В особенности, здесь объясняется, что на Джамбудвипе существует небесная обитель полубогов Которая связана с Джамбудвипой, как Земля или часть Земли Вертикальное измерение в космологии Бхагаватам Диск Бумандалы представляет собой экзотерические территории Земли и планет В противоположность этому, космическая ось, простирающаяся перпендикулярно к Бумандале, наполнена эзотерическими сферами Эта ось представляет путь восхождения или нисхождения души В дополнение к орбитам Солнца, Луны и планет, существуют различные миры или локи над Бумандалой вдоль космической оси Войти в эти миры возможно только благодаря мистическим ситхам И они доступны только тем душам, которые обладают высокоразвитым духовным сознанием Например, Махар Лока или Ариши Лока — это мир мудрецов Говорится, что в этом мире Господь Вишну непосредственно появляется перед своими преданными И собственноручно принимает подношения, предлагаемые на жертвоприношении Первые три верхних мира — это сама Бумандала, Бувар Лока или Антарикша с планетами орбит и Сварга Лока В вертикальном направлении эти миры располагаются близко друг от друга, как мы наблюдали до этого Ниже уровня Солнца в Антарикше находится планета Раху Затем сферы обитания ситх и чаранов, сферы ракшасов и разного рода злых духов Последнюю Бхагаватам помещает непосредственно над атмосферой И действительно, если ориентироваться на современные данные толщины слоя атмосферы, она находится где-то у высшей границы атмосферы Под Бумандалой находятся семь низших миров, описанные как пропасти в земле Поскольку жизнь в этих регионах наполнена райским богатством, их называют Биласварга или подземным раем В Джотишишашастрах, таких как Сурисидганте, эти низшие миры описываются как пещеры в подземных выпуклых пластах земного шара Китайская традиция говорит о пещерном рае, где прекрасные женщины в райском уголке соблазняют мужчину В одной китайской истории человек, вернувшись из одной из таких пещер, обнаружил, что за это время минули многие поколения Эта тема потерянного времени сквозит в историях о параллельных мирах по всему миру Бхагаватам содержит аналогичную историю о низшем мире под названием Атала Где прекрасные женщины соблазняют и эксплуатируют всякого мужчину, который туда попадает Под Бумандалой, в ее низших слоях, находится океан Гарбадака, Саананта Шеши и Гарбадакаша и Вишну Говорится, что эти божественные воплощения недоступны зрению тех, которым не хватает необходимых качеств для того, чтобы увидеть их Гарбадака или Амниотический океан наполняет низшую половину сферы Брахманды Если мы рассматриваем Брахманду как план эклиптики, то этот океан должен простираться во всех направлениях неба к югу эклиптики Между океаном Гарбадака и Бумандалой находится Адский мир и Питрилока, сфера духов ушедших предков Вишну Пурана описывает путь через небо к Питрилоке Он начинается сразу под эклиптикой, рядом со звездами Скорпиона и Стрельца И простирается к югу к звезде Конопус, которая на санскрите называется Агастия С другой стороны есть путь богов, который простирается к северу от эклиптики к созвездию Семи Мудрецов, которую мы называем Большой Медведицей Оттуда освобожденные души достигают обители Вишну на Дру Волоке, а именно полярной звезде Бхагаватам описывает вертикальное положение Брахманды как вселенскую форму бога Которая простирается с низших миров, подошв в стоп, до высших миров, который представляет корона на голове На этой традиционной картине вы видите кольца Бумандалы, формирующие пояс вселенской формы Здесь по отношению к вселенской форме указаны положения миров Уровни во вселенской форме связаны с чакрами позвоночного столба, на которые медитируют йоги Сам позвоночник называется Меру Данда, по названию горы Меру, космической оси Восхождение души через разные уровни Брахманды сравнивают с восхождением жизненной силы, через чакры в теле Как правило, вертикальное положение вселенной представляет путь восхождения и нисхождения души через различные миры в зависимости от уровня сознания Этот путь расположен перпендикулярно к плану Бумандалы, миру планетарных орбит Великая Вселенная В древней космологии звезды, как правило, рассматривались как небольшие недалекие объекты, светящиеся отраженным солнечным светом Тот же взгляд присутствует и в Багаватам и других Пуранах Но необходимо провести несколько наблюдений, чтобы расставить все по нужным местам На этой средневеково-европейской диаграмме на звезды указывают знаки Зодиака, расставленные вокруг границы планетной системы Эти знаки служат в качестве отдельных отрезков эклиптики, отмечающих движение планет Подобным образом, Багаватам помещает 28 созвездий под названием Нагшатры на план непосредственно над Луной Луна проделывает один круг за 27 целых дней и одну треть дня И Нагшатры отмечают ее ежедневное движение по эклиптике Это имеет смысл, если рассматривать это как планисферу, где Нагшатры выступают в качестве циферблата, а Солнце, Луна и планеты подобны стрелкам часов В дополнение к 20 Нагшатрам, Багаватам упоминает несколько остальных звезд Таких как звезды Семи Мудрецов, составляющих Большую Медведицу Эти звезды также помещаются близко к плану Бумандалы И их функция — отмечать вращение Кала-чакры, Колеса Времени Полярная звезда Друва Лока считается неподвижным центром Колеса Времени Она находится непосредственно над Семьей Мудрецами Она считается обителю Вишну, управляющим временем и остается за пределами времени Поэтому Багаватам подчеркивают, что Друва Лока закреплена на полярной оси Поэтому она не видит, как происходит равноденствие Согласно современным подсчетам, полярная звезда находится сейчас рядом с Северным полюсом Но многие столетия определенной полярной звезды не было Последняя яркая звезда, которая была расположена достаточно близко к полюсу, называется Тубан Созвездий Дракона Она-то и была полярной звездой 2500 лет до н.э. Возможно, широко распространенная идея о полярной звезде в древности относится к тому времени Хотя Пураны, как правило, помещают звезды недалеко В древних санскритских писаниях есть упоминание о том, что звезды находятся очень далеко Так далеко, что с их поверхности Солнце и Луна становятся невидны Например, Махабарата рассказывает, как герой Арджуна отправился в область звезд Которые он увидел, как огромные самосветящиеся сферы Это подтверждается сурья Сидханты или Сидханты Широмани Которые приводят гораздо большие пуранические размеры диаметра Брахманды Приблизительно этот диаметр составляет 10 тысяч световых лет Или где-то одну десятую от всей длины галактики Млечного Пути Бхагаватам утверждает, что Брахманды окружены семью сферическими слоями элементарной материи О которой говорится в философии Санхья Говорится, что каждый из слоев в десять раз толще предыдущего Бесчисленные Брахманды, каждая из которых окружена этими элементарными слоями, плавают в причинном океане безграничного духовного мира Таким образом, Бхагаватам рассматривает Брахманду в контексте бесчисленных миров, занимающих бесконечный континиум пространства Если обобщить все сказанное, то космология Бхагавата Пураны представляет собой сложную научную систему Имеющую множество значений, как физических, так и метафизических Она сочетает практическое понимание астрономии с духовными представлениями Чтобы представить полную смысл картину Вселенной Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok